В ночь на 28 октября 1901 года у священника Иванова, проживавшего на Соловьиной улице, из находившегося при квартире Чулана было похищено белья на 5 рублей. Вот такие, понимаете ли, соловьи и такие соловьиные песни. Отчего сей свист унылый, житель рощ и друг полей? Не из города, мой милый, прилетел ты, соловей? Нет, не одни только соловьиные песни пели вот на этой тихой окраинной улочке с ласковым названием «Соловьиная». Пели, подпевали и в ужасе и в страхе закрывали ставни, чтобы песни соловьев-разбойников не долетали до ушей живших здесь мирных обывателей. В ноябре 1901 года по городу в мгновение ока разлетелись слухи об убийстве, якобы совершенном рекрутами на Соловьиной улице. Эти слухи быстро обросли разного рода подробностями, которые передавали друг другу, клянясь и обожаясь, что если все это было вот не так, как кума рассказывала, то провалиться мне сквозь землю. В действительности же вечером 31 октября произошло следующее. По почтовой улице от Дворянской в сторону окраин в самом деле шла большая толпа рекрутов с песнями и криками, задевая всех встреченных именно пути прохожих. В домах Янова и Победоносцева на почтовой улице разбушевавшиеся хулиганы выбили все окна и продолжали свою дорогу, боронясь друг с другом. Дошли они и вот сюда, до Соловьиной улицы, где у них на пути встретился возвращавшийся домой Петр Павлович Петров, который шел со службы. Вот здесь между ними завязалась перебранка, во время которой кто-то из рекрутов нанес Петрову удар в нижнюю полость живота. После этого толпа мгновенно рассыпалась и полицейским удалось задержать только двоих из хулиганов. Сам Петров был сейчас же отправлен в больницу. К счастью, рана оказалась не опасной, так как удар был не сильный, а Петров был одет в пальто. А вот в мае этого же года проливавшаяся на Соловьиной улице кровь была совсем другого рода. И на этот раз хулиганы-рекруты были здесь совсем ни при чем. А при чем был Шекспир и шекспировские страсти, неожиданно всколыхнувшие грудь мужа, который уже несколько лет не жил со своей женой. Но вдруг, восплав ревностью, явился к ней в дом на Соловьиной улицу между Почтовой и Алексеевской. И нанес двумя кинжалами несколько ран ее сожителю и себе самому. Обыватели окраин, особенно женщины, страхи, констатировали газеты. При этом о том, какие чувства испытывали читатели-мужчины, они почему-то умалчивали. «Самарская голыдьба» – так назывался довольно большой очерк, увидевший свет на страницах «Самарской газеты» 120 лет тому назад. В этом очерке подробно описывались дома, их обстановка и образ жизни тех, кто обитал в это время на самарских окраинах, одной из которых и была улица, о которой мы вам сегодня рассказываем – Соловьиная. В глубине двора находится полуподвальное помещение, в котором царит спертый воздух. Когда входишь с улицы, сначала ничего не видишь, но потом глаза начинают различать идущие вокруг нары и лежащие на них куча лохмотьев. Здесь три окна, но тем не менее все тонет во мраке, потому что окна наполовину зарыты под землю. Плата за такой угол составляет полтора рубля с человека. Все мужчины летом работают на пристаних, а женщины ходят на паденщину. Ребятишки всех возрастов бегают и ползают на нарах, где нет ровно никакой подстилки. Да нет, что ты, матушка, откуда у нас быть подстилки-то, говорит случайно оказавшаяся днем в подвале жиличка. Нам бы и без подстилки прожить. Еле-еле сводим концы с концами. Голова кружится и поневоле делается дурно, резюмировал свои впечатления журналист, 120 лет назад заглянувший вот в этот или в соседний двор на Соловьиной улице. Полтора десятка людей, которые с утра до ночи гнут свои спины, живут там, где мы и 10 минут с трудом заставили себя пробыть. Ну а мы, между тем, возвращаемся к происшествиям на улице с очень поэтичным названием Соловьиная. В ночь на 4 октября 1901 года воры забрались в нежилой летний дом потомственного почетного гражданина Соколова, помещающийся в его саду на углу Полевой и Соловьиной улиц. Переломав шкафы и сундуки, они украли разные одежды и вещей на сумму до 300 рублей, после чего перелезли через забор и удалились по Полевой улице в неизвестном направлении. «Ищи ветра в поле», как известно советуют нам старинные пословицы. Ну или на Полевой улице могли бы добавить от себя к этому совету самарцы, которые знали, что говорили. А мы продолжаем читать очерк «Самарская голодьба», увидевший свет на страницах Самарской газеты 120 лет тому назад. И остановились возле еще одного дома на Соловьиной улице. Название этой улицы было самым поэтичным, а вот жизнь и быт ее обитателей не имели к поэзии никакого отношения. В глубине двора мы видим еще одну постройку вроде бани. У входа в нее куча кирпичей, заменяющих стол. За перегородкой небольшое помещение с полуоршинным окошком. Свет здесь только окна, а вот дальше тьма тьмущая. Хозяин этой квартиры чернорабочий. И недавно у него был ТИФ. Он занимается самой разной работой. Целыми днями метет или чистит улицу. А его жена ходит на поденщину. Совместный их доход достигает 5 копеек в день. И на эти 5 копеек надо жить самим и кормить троих детей. Но это еще не все. Потому что в этом же доме есть подвал, в котором живут еще 4 семьи. А это 8 взрослых и 6 детей. Некоторые женщины после родов. Но летом-то еще ничего вздыхают они. А вот придет зима, она нам покажет. Вот такой увидел эту Самарскую улицу репортер Самарской газеты 120 лет тому назад. С тех пор прошли многие годы, и эта окраинная улица превратилась в одну из уютных улочек старой Самары. Сегодня на ней выросли другие дома и поселились совсем другие истории, о которых мы вам тоже расскажем. Но в следующий раз. А сейчас возвращаемся в самое начало 20-го столетия. Как видно, слави-разбойники Самарских окраин пели свои песни и зимой, и летом, не считаясь с погодой и не брезгуя ни осенними дождями, ни зимними заморсками. Так, 5 февраля 1901 года у мещанина Пономарева, проживавшего в доме номер 107 на Словиной улице, воспользовавшаяся его отсутствием бывшая жена Афанасьева, унесла разного имущества на сумму свыше 60 рублей. С каковым и скрылась. А вот уже 9 февраля следующего 1902 года в 7 часов вечера в помещении конторы «Зингер», находившейся в доме Ананьева на Словиной улице, вспыхнул пожар, уничтоживший полк. Причина пожара неизвестна. Убыток не выяснен. Дом застрахован в Самарском городском обществе на 1200 рублей, отмечалось в газетах. А вот 8 ноября 1901 года жертвой самарских соловьев-разбойников сделался крестьянин Симбирской губернии Гришин, стекольщик по своему ремеслу. И самое интересное, что с соловьями-разбойниками на этот раз оказались самарские соловьи-разбойницы. А дело было так. Собравшись ехать на родину, Гришин познакомился на вокзале железной дороги с двумя молодыми женщинами, которые предложили ему попить с ним пиво. Для этого они повезли Гришина в номера, располагавшиеся неподалеку отсюда, на Самарской улице. Там в номерах Гришин напился пьяным. После чего подруги предложили ему переночевать у них в доме на Соловьиной улице, куда и отправились с ним на извозчики. Но когда они приехали на Соловьиную, и Гришин вместе с новыми знакомыми вошел в квартиру, располагавшуюся в подвальном помещении, то увидел в этой квартире двух мужчин. И хоть Гришин и был порядочно выпивший, но входить в квартиру отказался. Тогда Соловьи-разбойницы бросились, на него обшарили карманы и сорвали кесет, который висел у Гришина на шее, после чего вытолкали его из сеней во двор, где он и провел час или два, пока несколько не протрезвел. А протрезвев, вспомнил, что в кесете находились 25 рублей денег и алмаз для резки стекла. Разумеется, что ни того, ни другого он больше не увидел. Пой во мраке нежной рощи, Нежный, милый Соловей, Пой во мраке темной ночи, Глаз твой мил, душе моей. С вами был Михаил Перепелкин.